Визит президента Азербайджана в Беларусь станет новым шагом в выстраивании двусторонних отношений. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко, принимая во Дворце независимости Ильха Малиева. Глава Азербайджана находится в Минске с официальным визитом. Начало официальных переговоров предваряют протокольные мероприятия, среди которых церемония фотографирования на фоне национальных флагов. Познакомили гостей с экспозицией, которая отображает наиболее известные достопримечательности Беларуси. После этого президенты пообщались в узком формате. Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси ждали Ильха Малиева. Об этом говорит и большой интерес к визиту азербайджанского лидера со стороны СМИ. В целом взаимоотношения двух стран развиваются достаточно динамично. При этом партнерам удалось найти общий язык как в торговле и экономике, так и в политике и международной дипломатии. В Азербайджане открыты совместные предприятия по сборке нашей техники. Есть и перспективные проекты, которые партнеры готовы реализовать в будущем. Прорабатывается возможность выпуска в Азербайджане белорусских лифтов, автомобилей МЗКТ, лекарственных препаратов. Особую значимость визиту Ильха Малиева в Беларусь придает этот факт, что в этом году исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между государствами. Неподдельный был интерес к вашему визиту. Мы давно ждали его. Очень много говорили об Азербайджане. Поводов, как я уже сказал, было много. В основном это поводы хорошие. Наши белорусы воспринимают Азербайджан как очень дружественную нам братскую республику, с которой у нас становились хорошие отношения. И между президентами, и в межправительственной комиссии, и торгово-экономических отношениях. Достаточно сказать, что за последний год только в 3,5 раза выросла наша торговля Азербайджана с Белоруссией. И притом хочу вам очередной раз подтвердить и заверить вас, что закрытых тем никогда в наших отношениях не будет. Мы жили в одном государстве. Мы с вами очень близкие люди. У нас хочется кому-то. Нет. Корни наши уходят в тот советский период. Да, наверное, и далеко-далеко 10-15 поколений тому назад наши соотечественники с вашими имели добрые отношения. Вы, как историк, это хорошо понимаете. Поэтому мы вас приветствуем в Белоруссии. Приезжайте к нам чаще. Я знаю, в Белоруссии очень добрые отношения к Азербайджану. А в Азербайджане Беларусь считают, на самом деле, братской страной и одним из самых близких партнеров Азербайджана. Не только на пространстве бывшего СССР, но и в мире. И тому есть много причин. И в том числе наши с вами личные отношения. Люди все это видят, все это ценят. По всем направлениям мы видим позитив, хороший настрой, конкретные результаты. И, конечно же, я уверен, что мой нынешний визит также не только возможность обсудить, что было сделано, проанализировать, какой-то итог подвести, но и также наметить пути дальнейшего сотрудничества, сближения. Лидеры Белоруссии и Азербайджана также проведут переговоры с участием членов делегации. На повестке дня – вопросы экономического, торгового, дипломатического и гуманитарного сотрудничества. По итогам заседаний президенты выступят с совместным заявлением, где сверят позиции по основным направлениям сотрудничества. Еще одним результатом встречи на высшем уровне станет подписание около 10 соглашений в самых разных сферах – от сельского хозяйства до высоких технологий. Продолжение следует...